Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Дневной рубеж Послушайте фрагмент. Атомные бомбы, чтобы все равно на Москву, у нас пока нет. Это наиболее эффективный способ решить, что это не было в России. Ну, понятно, мы для них проблема. Это было еще задолго до специальной военной операции, задолго до вообще всех событий. Рассматривали они эти варианты вполне серьезно. Были готовы нанести удар. И каким-то загадочным образом Европа, Запад сейчас отрицают любую опасность, о чем мы в Кремле, что и в Кремле констатировали. И просто интересно было понять, в каком направлении думает Запад. И все прекрасно вроде бы должны понимать опасность применения ядерного оружия, даже грязного оружия, ну, то есть оружие, которое обеспечивает только лишь заражение территории, и, соответственно, поражение людей без ударной волны, без всего там, что обычно сопутствует применению обычного ядерного оружия. Так вот, складывается такое ощущение, что европейскую аудиторию, а Европа, она, в общем-то, в зоне риска в основной, с ней проводят некие сеансы психотерапии на европейских каналах, чтобы они как-то понимали, осознавали, что ничего страшного в этом нет. Ну, подумаешь, там где-то кто-то, может быть, и погибнет. А вообще, на самом деле, их как бы уже заставляет привыкать к мысли, что даже грязная атомная бомба – это ничего опасного. Тут замечательный, в кавычках, канал Deutsche Welle, который одно время активно работал на территории нашей страны, но был, к счастью, устранен из территории России, потому что, ну, отличался какой-то совершенно дикой необъективностью, односторонностью, предвзятостью. И вывели они в эфир, ну, это таких людей называют журналисты-экспертами, это не просто какой-то там человек из какого-нибудь института научного, это целый старший научный сотрудник Организации Объединенных Наций по оружию массового поражения. То есть он разбирается в этом оружии, он должен прекрасно понимать, последствия применения грязной бомбы, ну, и понятно, что обычной атомной бомбы. Так вот, зовут этого человека, у него такая интересная фамилия, зовут его Павел Подвиг, и вот специально для европейской аудитории он объясняет, что грязные бомбы – это вообще фактически пустяки, ну, практически как насморк подхватить, послушать, просто чтобы понимать, почему, видимо, там в Европе они, ну, как-то их не пугает совершенно перспективы, о которых рассказывали в Министерстве обороны. Это не очень правдоподобно, говорит он, применение такого оружия, как грязная бомба. И вообще это оно, если так посмотреть на него, оно бесполезно во всех смыслах – военным, в политическом. Как это может повлиять на ситуацию, на поле боя, спрашивает ведущая, если это все же случится, тем более, что уже есть заявление, что бомба, вот она готова. Ну, посмотрите, грязная бомба – это, по сути, взрывное устройство, которое должно распылить радиоактивные материалы. Но в реальности это не очень эффективный способ. И, на самом деле, самое большое, что она может сделать – это заразить область порядка десятков, может быть, сотен метров. И в реальности невозможно представить, что такие вещи, они воспроизведут какой-то эффект, ну, разве что, кроме как на тех людей, которые могут оказаться вот в этом радиусе 10 метров применения грязной бомбы. То есть для них грязная бомба, как они пытаются научить свою аудиторию, в этом нет ничего страшного. Это просто, ну, вот как какая-то грязная помойка, вот возле дома стоит, там, наверное, радиация, может быть, это все можно деактивировать, ничего страшного в этом нет. Объясняет европейская аудитория. Ощущение такое, что абсолютно они не слышали, а может быть, и правда не слышали, накануне генерала-лейтенанта Кириллова, который все рассказывал и о ресурсах, которыми обладает Украина, киевский режим в частности, для создания такого боеприпаса, и о том, как и где его могут применить. На самом деле, как бы, получается два направления, где все это может произойти. Первый, самый достаточно, ну, уже озвученный, в том числе Россией, и, может быть, даже в большей степени как-то взволновавший и Европу, это удары по Запорожской атомной электростанции, хотя и там пытаются объяснять, что ничего страшного нет, что реакторы защищены от удара прямого попадания гражданского самолета, ну, а контейнеры с отходами, это все очень локально, ничего страшного в этом нет. Ну, Минобороны предупреждали, слушаем это первое предупреждение по поводу Запорожской атомной станции. Обстрелы станции страны ВСУ не вызывали поначалу опасения мирового сообщества, так как по заключению ряда американских специалистов риск распространения радиации при попадании крупнокалиберных артиллерийских снарядов в контейнерное отработанное ядерное топливо будет незначительным. А ядерные реакторы выдерживают падение гражданского самолета. Однако проведенный нашими специалистами прогноз развития радиационной обстановки, впоследствии подтвержденный профильными европейскими научными организациями, показал, что выброс радиоактивных веществ затронет практически всю Европу. Кроме того, несмотря на визит генерального директора МАГАТЭ Гросси, ВСУ не оставляет попыток захватить диверсионным способом станцию. Ну и второй вариант от нашего Министерства обороны это уже применение непосредственно грязной бомбы до этого карты, вот сейчас на ваших экранах была, ну, чуть ли не до Варшавы, да в принципе и дальше. Как падует ветер, роза ветров, будет, вот так и будет распространение, это будет многокилометровая большая зона заражения. В зависимости от мощности удара, если по ядерным отходам в станции, или боеприпаса с радиоактивными отходами, от мощности удара и распыления на территории, как это все высоко поднимется, это любой специалист по безопасности в подобных сферах объяснит, расскажет. Там дальше все зависит от погоды, что куда улетит. К примеру, в общем-то, Чернобыль, он вот, ну, совсем недавний, вроде бы еще должны были помнить бы его, но, кажется, забывают. Второй вариант, это вот та самая грязная бомба, начиненная радиоактивными отходами, о которой, ну, тоже Deutsche Welle рассказывает, что это всего-навсего, ну, 10 метров. Если посмотреть, данные приводили Минобороны, сейчас время тратить не будем, там запасы этих отходов, которые могут послать, отправить в начинку этой бомбы, это тысячи тонн таких отходов. Вот послушайте, что надсчет думать Минобороны. Хочу напомнить, что грязная бомба представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и заряд взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивные вещества распыляются ударной волной, создавая при этом радиоактивное заражение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни. В качестве радиоактивного вещества могут быть использованы оксид урана, входящий в состав отработающих тепловыделяющих элементов, находящихся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилища отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное отрабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Все зависит от того, сколько начинки будет выделено и какой силы будет удар. Учитывая, что достаточно дальнобойные вооружения поставляют Запад на Украину, вполне по силам им наносить такие удары. Причем наносить достаточно массово. Никто не говорит, что это может быть, допустим, одна бомба. Все прекрасно понимают, что это может быть серия ударов. И таким образом превратится зона Донбасса, куда нанесут этот удар, или там то же самое Запорожье, в огромную зону отчуждения. Не исключено, что либо сопоставимую по размерам с тем же Чернобылем, либо еще большую. Ну вот пятна рисовала Минобороны на карте, куда могут выпустить эти радиоактивные осадки в дальнейшем, если удар будет сильным. Не игнорируют эту информацию на Западе. Смотрели мы Deutsche Welle. Сегодня CNN публикует еще больше бред. Бред, потому что игнорирование этой угрозы, оно на самом деле опасно. Ну, в частности, обратились они к экспертам из Техаса, чтобы понять, как все это может выглядеть, и насколько сильна эта угроза. Ну и говорят им в Техасском департаменте, маловероятно, что грязная бомба может доставить достаточно высокие дозы радиации, чтобы вызвать немедленные последствия для здоровья и смерти большого количества людей. Немедленные, понятно, здесь они, конечно, может быть и правы, нет разрушительной силы, одной из составляющих обычной атомной бомбы. Но есть заражение, все зависит от силы заражения, от уровня заражения, от концентрации радиоактивных веществ, которые могут сделать непригодными для жизни территорию полностью. Причем, ну, заражение и последствия от него могут уже там в первые часы и дни начинаться. Опять же, все зависит от тех материалов, которые будут применены. Тем не менее, приводят они какие-то там странные аналогии в Техасе, что это как там сравнивать почему-то, как расколоть камень, что если кто-то бросит в вас большой камень, это будет больно и может нанести физический ущерб. А вот если возьмут камень и разобьют его на песчинке, а затем бросят этот песок в вас, ну, вам будет, наверное, просто неприятно, но вероятность каких-то угроз, это все значительно ниже. И на тяжесть лучевой болезни влияет воздействие с течением времени, профилактические меры могут быть такими же простыми, как, ну, там, что-то совершенно незначительное. И мощность дозы резко падает по мере удаления от источника, то есть фактически, ну, вы можете просто убежать от этой грязной бомбы. Вот к такой мысли сейчас пытаются заставить привыкнуть европейцев, в первую очередь, про украинцев. Тут, наверное, совсем никто не думает, потому что с учетом тех колоссальных мобилизационных ресурсов, которые были брошены в качестве пушечного мяса, понятно, что о них совсем никто не думает и думать не собирался. Могли бы подумать, наверное, о европейцах, но европейцы, как уже неоднократно, все чаще эта мысль пробивается в Европу. Мало кого тоже интересует там, в США, потому что где США за океаном и где риск ядерного заражения в тысячах километрах. Никакой опасности для Вашингтона, непосредственно не предоставляющей. Помимо этого, ну, об этом накануне Минобороны не заявляло, но на самом деле об этом и спецслужбы регулярно говорят, что есть не только угроза применения такой грязной бомбы или каких-то еще боеприпасов, ну, в глобальном масштабе, есть угроза диверсии, она сохраняется постоянно, потому что буквально сегодня теракт в Мелитополе очередной и бьют по журналистам целенаправленно, ну, фактически обозначили военные цели, видимо, они считают, что это тоже надо уничтожать людей. Есть пострадавшие там, в этом взрыве взорвался автомобиль, примерно 2 килограмма, мощность этого взрыва, очень серьезное разрушение. На самом деле, понятно, что эта диверсионная тактика, она не удивляет, и надо понимать, что задолго даже, наверное, до, может быть, даже до начала специальной военной операции, свои агенты СБУ были на территории подконтрольной Украине, и они их оставляли там как закладки, когда уходили, когда отступали, продолжали они работать, и, возможно, работают где-то сейчас, в том числе на серьезных и важных объектах, такие как атомные станции, были разоблачения. Вот еще один пример, это, кстати, Энергодар, там, ну, сам пришел, можно сказать, с повинной, бывший командир так называемой терробороны, его склоняли к совершению диверсии в Энергодаре, в городе, который работает, ну, персонал там живет, обслуживает атомную станцию. Планировали совершать диверсии, и вот этих агентов, он там фактически, ну, он должен был ими как бы руководить, записывал туда людей, послушайте его рассказ. Я занимался, состоял в терробороне, был один из приближенных к Романенко Ивану Петровичу, это главный терробороны в Энергодаре. Людей было много, все приходили в терроборону, записывались, я непосредственно отвечал за направление людей вокруг мэрии, вот, группа 30 человек была с оружием, то есть, у меня в почине было, тех, кого я знал, 34 человека. Информацию по ним дал, их задержали, то есть, их нашли, оружие изъяли, я осознал, что это спецоперация, это лучший вариант, что войны и кровопролития не нужно, этого не нужно, страдают люди, очень большая с украинской стороны идет давление, да, пропаганда, давление с раками, здоровье семей, вот, как бы пропаганда идет по национальным, то есть, каналам, не просто интернет, а именно национальные каналы по телевидению, то есть, украинские, поэтому я осознал свою вину, что вообще не нужно было ни участвовать, никаких сопротивлений, и в дальнейшем я просто узнал правду, я узнал правду. Старший руководитель терробороны Романенко пытался устраивать диверсии, две диверсии он пытался устроить, его отговаривали, люди, которые сознательно его отговаривали, сказали ему, что не стоит, не стоит, потому что город освободили, спокойно, не выстрелов, ходят дети, люди, то есть, свободно передвигаются, никаких проблем нет, его отговаривали от данных действий. Но я хочу обратиться ко всем, чтобы они открыли глаза, то есть, чтобы военнослужащие ЗСУ, чтобы мирные граждане, которые находятся на той территории, осознали, что это все кровопролитие не нужно, и нету никаких врагов. Украинская власть, киевский режим пытается настроить против Российской Федерации. Так же само, как я вот слышу постоянно, как вот, не знаю, не могу сказать, прилеты эти, взрывы. Куда? Куда? По городу? По человеку, который вышел собаку прогулять? Или ребенок, которого рядом прилетело, он испугался, четыре дня не ест? Куда? Или по атомной, самая большая в Европе? Это сотрудник станции, работник жителей Наргодара. Вот он говорит, не нужно крови, а ему говорят, нет, нужно, успеем сейчас. Это уже Кирилл Буданов, помните, такой глава разведки Украины, говорит о том, с кем он воюет. А вот у вас есть за изы социальных настоев в России? Так, предыдущий настоев. Про настроение в России спрашивают. 82%, к сожалению, как он говорит, поддерживают боевые действия на Украине, россиян. Для них вплинуло на розумение, вот те, что самого фактора, что я вам скажу, что, возможно, наш царь не такий уже и потужник. Вот на это впливает. Но с нами воевать нужно, да? Мы, на жаль, нужно думать, что мы воюем с российским режимом. Как многие считают, а с российским народом. Потому что вот эти 82%, откуда они эти опросы взяли, мы сейчас уточнять не будем. Но, тем не менее, по их мнению, они воюют не с режимом, не с Кремлем, не еще с кем-то, с народом. Они это открыто признали. Они это открыты. Продолжение следует...